Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спросим прямо» и сегодня к нам в студию Тевикома пришел Перинов Сергей Борисович. В РИО министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Сергей Борисович, здравствуйте! Здравствуйте! Рады вас видеть. Ну и давайте в свете последних событий обсудим вашу должность, вашего министра, самого главного, того, кто возглавит ваше ведомство. Собственно, мы знаем, что было подано 12 кандидатур. 12 человек хотели стать министрами, занять кресло, получить весь пакет, скажем так. Были среди них спортсмены, были среди них КВНщики. Знаем, что сегодня осталось трое, правильно? Так, точно. Так, можете озвучить их фамилии и вот, может быть, какие-то прогнозы сделать или это не в вашей власти пока? Дело не во власти, дело это как бы некорректно. На сегодняшний день три кандидата прошли, ну, три фильтра, условно говоря. Значит, у нас Анатолий Белоусов, у нас Ильини Дымчиков и Вячеслав Домницуронов, те, которые сегодня прошли в следующий этап конкурсного отбора. Говорить о том, что кто из них станет, ну, это решение комиссии, решение главы, поэтому это будет некорректно. Первый кандидат неместный приедет из Москвы, правильно? Почему неместный? Он вырос здесь? Да, он родился, вырос и получил первое образование у нас в республике. Просто потом уехал тренировать в Москву? Нет, работать, да. Вопрос такой, многие называли политику предыдущего руководителя Байруха Бесхалыча Ангурова, ну, не то чтобы неэффективной, но многие сомневались, так скажем. Многие откровенно говорят о том, что человек просидел, мало сделал, ну, ничем не запомнился, грубо говоря, да, хотя он много лет в молодежной политике, знает молодежь, и вроде бы уклон был на вот именно молодежную политику. А в каком году у нас объединили Министерство спорта? Два года назад, 15-й. Два года назад, ну, так вот, ваше мнение, я понимаю, что вы никак не можете оценить политику, но в целом. Почему я не могу? Я могу вполне оценить. Давайте, расскажите. На самом деле, оценивать деятельность вот здесь может быть неправильно, а политику самого министерства мы меняем формат. То есть, нужно понимать, что работа предыдущего агентства по спорту и комитета по молодежной политике, у них у каждого были свои сложные периоды и этапы становления. Сегодня самое главное, что мы постарались сделать, это за два года переформатировать отношение к работе в целом. То есть, нужно понимать, что комитет по молодежной политике, ну, вообще молодежная политика в Российской Федерации существует всего лишь 25 лет. Я считаю, что это возраст такого уровня младенчества, да, то есть мы когда сейчас уже, когда, условно говоря, можно было делать все, как маленькому ребенку, да, то есть он пополос, он заплакал, он покушал и все остальное. Сейчас мы должны, за эти два года мы постарались сделать основу, некий фундамент для дальнейшего развития, то есть это период становления уже остановится в молодежной политике. И нужно понимать, что любое направление это без фундамента, без основы развивать невозможно, нельзя. И должны быть стратегические документы понимания, куда мы двигаемся. И нельзя сделать так, что республика двигается в одно направление, да, в одном направлении, а молодежная политика в другом. Нет. Все это должно быть коррелировано. Мы сегодня постарались внести изменения, ну или, по крайней мере, донести до нее такую мысль о том, что это не будущее для молодежи. Молодежь сегодня, она настоящая. Да, я помню эти лозунги, мероприятия, будущее за нами и так далее. Давайте так, реально, любого молодого человека спросить, ему нужно не будущее, ему нужно настоящее. Конечно, конечно. Поэтому-то всегда и удивляли лозунги молодежных мероприятий. Будущее, будущее, хотя вот она, молодежь уже готова что-то делать сегодня. Вот. Поэтому мы сейчас постарались переформатировать. Мы провели, может быть, не так публично. Вот, может быть, почему критика и звучала. Вот, не публично. Мы не знали, какое переформатирование произошло. Да, то есть мы готовим фундаментальные документы. Это, на самом деле, это может быть неинтересно. Но при этом мы собирали несколько круглых столов, где презентовали. Мы разработали стратегию поддержки молодой семьи. Мы разработали стратегию поддержки молодых ученых. Мы разработали стратегию молодежного предпринимательства. Да, это просто узкое профессиональное сообщество людей участвовало в этих разработках. Поэтому, может быть, не было таких, скажем, фейерверков, салютов там и всего остального. Но это стратегические документы понимания, куда мы должны двигаться дальше. Теперь, то, что касается по направлению по спорту. Да, наверное, изменение федерального законодательства в области спорта, оно позволило, ну или не позволило, заставило нас приведение это в соответствие. И здесь тоже очень много вопросов, которые достойны, ну или понятны для критики. То есть привычное состояние тренировочного процесса и подготовки спортсменов, то, что было сегодня, федеральное законодательство меняется, не все готовы его воспринимать. Поэтому критиковать достаточно легко. Но вот выстроить вот эту всю работу, я могу понимать о том, что, может быть, где-то не хватило информационного поля. Может быть, не все были вовлечены в эти процессы. Поэтому, может быть, такая критика и сложилась. А какие там глобальные изменения в законодательстве? Вот что-то прям кардинально поменялось в системе? Ну, конечно. Можете озвучить, я думаю, не все понимают. Ну, введение федеральных стандартов спортивной подготовки, перевод спортивных организаций из отрасли образования в отрасли спорта. Не все понимают, зачем это надо. Не все понимают, как это должно состояться. У нас там есть очень много вопросов, касаемых и охвата детей дополнительным образованием, и заработная плата в отрасли образования и в отрасли спорта. То есть, таких вопросов очень много. И тяжело и сложно это все сообщество раскачать для того, чтобы было это понимание. Несколько лет, уже много лет, Бурятия просит Ледового дворца. Просили у Путина журналисты на Питерском форуме, задавали вопрос, когда же у нас появится. Давайте ответите нам, когда у нас появится и появятся ли вообще, или это пока только разговоры. Давайте так, работа опять же ведется, и вот сейчас это работа на уровне бумажной. То есть, нужно, это не просто так, вот президент дал поручение, завтра выделили какие-то ресурсы, пришел какой-то человек, построил. Нет. Это огромное количество подготовительной работы, которую необходимо делать. Начиная от разработки проектно-смертной документации, заканчивая уже строительством. То есть, вот эта работа сегодня ведется, каким образом она будет выстроена. Задача президентам поставлена, задача будет выполнена. Но нужно понимать, что не вот завтра там начнут копать котлован для строительства. Да, нужна проектно-смертная документация. Понятно, но какие-то сроки уже наверняка же очерчены или нет? Ну да, то есть, мы предварительно в планах ввод в эксплуатацию, это 19-20 года. Не так долго ждать, на самом деле. Да, ну... Пару-тройку лет. Нет, ну нормально. Значит, проектно-смертная документация, разработка проектно-смертной документации, согласование всех экспертиз проходит от 8 до 12 месяцев. Это нужно понимать. Плюс строительство этого объекта, это повышенная опасность, он должен быть выстроен четко по правилам, по требованиям. Поэтому занимается только времени. То есть, это огромное количество людей, которые будут посещать объект. Не дай бог, чтобы там не было никаких там разрушений и всего остального. Понятно. Город получит Ледовый дворец. Как сегодня ситуация с районами? Как в селах? Хватает ли у всех спортзалов и так далее? Стесняюсь, это не город, а республика. Республика, ну да, республика. Но объект будет в городе, поэтому давайте поговорим о селах. Мне кажется, сегодня мало кто идет, во-первых, в педагогии. Проблема с кадрами. Хватает у нас учителей физкультуры на селе? Ну, вопрос не по адресу. Учителя физкультуры это при школах. А тринеский состав это вопрос к нам. Да. Вот система подготовки тринеских кадров, она тоже у нас сегодня в процессе развития или, скажем, видоизменения. То есть за предыдущие года в рамках оптимизации всех расходов мы, конечно, убили методическую службу во всех спортивных школах. То есть оптимизируем и начинаем сокращать кого? Методистов. А это основная задача и работа с тренерским составом. Это внедрение новых технологий тренировочного процесса. Это контроль за тренировочным процессом и так далее. То есть там функционал достаточно серьезный, но никто этого не понимает. Вот сейчас мы в том числе и в рамках введения федеральных стандартов спортивной подготовки вот этот механизм начинаем, этот институт начинаем возрождать. То, что касается по районам, по селам, в принципе, да, есть недостаточность финансирования. Но даже отсутствие тренировочного процесса в составе – это прямое следствие того, что отсутствие финансирования таких направлений. Я надеюсь, что мы выстроим новую стратегию развития спорта в республике, в которой четко будет понимание, что спортивные объекты, которые у нас строятся, они не должны просто строиться ради стройки, ради количества самих объектов. Мы должны понимать, что мы берем обязательства по эксплуатации этих объектов, по наполняемости. Мы должны создавать при этих объектах либо вводить объекты в состав детских и юношек, там, школы или спортивных школ, с увеличением тренерских ставок, с увеличением контингентов, занимающихся на этих объектах. Давайте поговорим о нормах ГТО. Сейчас все о них трубят, даже госслужащие, чиновники сдают эти нормы. Что это за нормы? И вот, по сути, ну, не сдала я ГТО, и вот что мне грозит за это? Да, вопрос непринципиально стоит. Давайте вот мы анализируем, вот сейчас мы проводим очень много мероприятий, такие как форсайт-сессии, да, стратегические, гражданские стратегии, да, но там, если не ключевые моменты, мы не опираемся на опыт прошлого. В 1966-1972 год Научно-исследовательский институт физической культуры город Москва делали разработки влияния развития физической культуры человека на производительность и качество труда. И было уже доказано о том, что если люди занимаются физической культурой, не спорт, не надо путать, да, именно физкультурой, повышается производительность, повышается качество, снижается заболеваемость. Заболеваемость не только самих работников, но и их детей, потому что дети вовлечены в эти процессы, соответственно, увеличивается добавочная стоимость, увеличивается налоговая база и, соответственно, пополняется бюджет. Плюс мы снижаем расходы, связанные с обеспечением деятельности медицинских учреждений. Скопа функций сразу, да. Да, то есть это есть основа, которую нужно, вот ее сегодня нужно подводить под это дело. И поэтому ГТО, ГТО это одна из первых ступеней и форм, когда, дело не в том, что вы не сдали ГТО, но вы ввлеклись в этот процесс, это соревновательная часть в том числе, вы получили значок. Для школьников это один балл для поступления в ВУЗы, то есть тоже стимулирование этих вещей. Один. Да. Ну, то есть у нас и так достаточно баллов, то есть олимпиадное движение, значит, один балл. Вот ГТО один балл дается плюсом. То есть... Уже год сдают ГТО по республике или сколько? Да нет, уже третий год. Уже третий год. Ну, вот давайте как-то подытожим, вот насколько успешно сдают. Вы введете же наверняка в министерстве какую-то статистику. Ну, конечно, мы не только введем статистику, у нас есть рейтинг оценки субъектов федерации, российской федерации на предметы... Так на каком Бурятии месте? Ну, давайте, да, по итогам 16-го года у нас было грустное состояние, мы были на 80-м из 85-ти субъектов. Первое, это регионы Кавказа, республика Адыгея, что-то такое, да нет? Просто я недавно смотрел рейтинг, и по уровню спорта там вот Бурятия как раз была на 80-м списке, но это были не нормы ГТО, а это вот что-то по... Нет, это было по нормам ГТО как раз, но давайте, мы этот механизм внедряем, нужно понимать, что есть плотность населения, которая, скажем, в средней полосе России, да, и есть плотность населения у нас. Сейчас мы провели уже совещание, в котором мы будем писать некую подпрограммную часть по развитию ГТО в республике. Это же тоже нужно понимать, в чем проблемное поле, это же опять не на ура, и сказали, вот ура, мы вводим все в ГТО. Ну хорошо, мы должны обучить людей, мы должны понимать центр приема тестирования ГТО. У нас плотность населения низкая, то есть сельские районы, условно говоря, берем, да, то есть в одном поселении находится 300 человек, в другом 500, а центров сколько должно быть? Как эти люди переедут? Причем это еще должны быть сертифицированные места для приема норм ГТО. То есть это тоже серьезная работа, которую нужно проводить. И я считаю, что в принципе та оценка, которая была дана, да, по субъекту, это некая нулевая отметка, где мы должны понимать, к чему дальше развиваться и двигаться. Сергей Борисович, я предлагаю сейчас как раз и нашим телевизорам посмотреть, как в нашем городе сдавали нормы ГТО, а потом дальше вернемся к беседе. Раз, два, три, поехал. Раз, два, три. Вероятно, даже родители этих мальчишек не застали повальной сдачи спортивных норм. И то, что комплекс ГТО зародился еще в 30-е годы прошлого века, им также вряд ли рассказывали. Но с возвращением моды на ЗОЖ ребята, как их деды, потянулись на стадионы, чтобы получить заветные золотые значки. И, кажется, генетически переняли основные догмы движения. В послереволюционной России основной задачей ГТО называли повышение мобилизационной готовности населения. ГТО – это готов к труду и обороне. Его надо сдавать, потому что к войне готовятся. С кем к войне готовятся? Ну, с американцами. Как качать пресс или, вернее, поднимать туловище из положения лежа на спине, прыгать в длину и поднимать гири на заветный значок, эти участники усвоили еще несколько десятилетий назад. Тогда сдать на золото было делом чести, говорит Тамара Петровна. Сегодня важнее не результат. Процесс встречи с людьми, все знакомые, все родные. Потому что мы сюда в парк ходим, рядом живем, приходим, занимается здесь скандинавской. Занимаюсь я ушу. Все люди знакомы, все свои. Между тем, 76-летняя пенсионерка все-таки стала лучшей в наклонах. Гармажаб Дагмитович стоял на защите страны всю сознательную жизнь, трудился в органах. Золотые значки может мерить не штуками, килограммами. Он и сегодня показывает настоящий класс своим друзьям по клубу ветеранов. Но правила поменялись или все то же самое, что и было? Да, примерно так же. Может, даже и прибавилось сейчас какие-то виды. То есть сложнее стало? Да, сложнее. Между тем, кто помоложе утверждают, задания не изменились и где-то даже стали полегче. Ну что, как? Все отлично. Все справляются. На золото тянут? На золото тянут. В первую очередь, это, конечно же, здоровый образ жизни. В первую очередь, это для себя. То есть самоутвердиться. Значит, посмотреть, на что ты способен. Какие у тебя результаты спортивные и так далее. Да, я могу сказать, что я готов к труду и обороне. Ну, правда, на серебро, но готов. Свою готовность к труду и обороне показали сегодня еще тысячи уануденцев. Золотые, серебряные или бронзовые значки, как и полвека назад. Лишь приятное дополнение к хорошей физической форме. Главное, чтобы эти навыки пригодились участникам только в мирной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И вот, мы посмотрели сюжет. Сергей Борисович, я думаю, с ГТО все понятно. Но сейчас программа уже заканчивается. Времени мало. Хотелось бы поговорить в целом. Вот вы сказали о новой стратегии спорта. Возможно, она у нас появится с приходом нового министра. Но в целом, давайте вы расскажете о планах развития нашего министерства. Давайте так. О планах развития министерства будет говорить новый министр. Хорошо. Но мы должны понимать о том, что мы пишем стратегию социально-экономического развития республики. И отрасль спорта и молодежной политики в этой стратегии должна иметь первостепенное значение. Чем здоровее человек, тем выше производительность, тем качественнее его труд. А механизмы достижения этих целей, это в том числе профилактика правонарушения, табак, курение и всех остальных, и вовлечение в здоровый образ жизни. Это зона молодежной политики. Физкультура и спорт — это зона комитета по физкультуре и спорту. Соответственно, мое видение, что это одно из ключевых министерств или направлений в республике, которое даст достаточно серьезный толчок для развития экономики. Понятно, легко очень просто оценивать, что я купил за 3 рубля, продал за 5, вот вам, пожалуйста, прибыль. Но тот, кто купил, то, извините, должен быть здоровым, понимающим и развиваться именно в рамках развития самой республики. Вот ключевой момент, который нужно сегодня выстраивать. Будем здоровыми, будем развиваться. Я напоминаю, что сегодня у нас в программе был Сергей Борисович Перенов, временно исполняющий обязанности министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Приходите еще, было приятно общаться и обсудим какие-то наболевшие, возможно, моменты вашего министерства. Дальше в нашем... Любые вопросы готовы. В телефирии, а я, Мария Латшева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире телеканал ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин